Время новостей на телеканале Губерния 33. Для вас работает информационная служба в студии Борис Пучков. Здравствуйте! Самые важные и интересные новости этой пятницы 20 марта. Картина дня в материалах моих коллег. Подробности далее. Во Владимирской области не выявлено случаев заражения коронавирусом. На карантин отправили 6800 жителей региона, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции или имели контакты с гражданами, прибывшими из таких государств. В связи с повышенными мерами безопасности они обязаны о своем приезде сообщить медикам скорой помощи или в департамент здравоохранения области и пройти карантин на дому в течение 14 дней. Даже если граждане здоровы, две недели они должны находиться дома. От своей ситуации жители региона должны оповестить своего работодателя и трудиться дистанционно. Если это невозможно, жители региона могут, не выходя из дома, оформить больничный. Граждане, чьи родственники или сами граждане, кто возвращается из поездок, имеют на сегодняшний момент возможность получить больничный лист дистанционно, даже будучи здоровым, приняв решение по самоизоляции. Для этого гражданин должен зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной службы ФСС, Фонд социального страхования. Открыть личную страничку, написать электронно, оформить заявление. Граждане должны сфотографировать авиабилеты или другие документы для подтверждения факта пересечения границы, внести данные своего паспорта и с НИЛС документы онлайн поступит в Фонд социального страхования. После проверки гражданину в личном кабинете укажут идентификационный номер его больничного листа. Он может самостоятельно его распечатать или спустя 14 дней карантина передать номер больничного своему работодателю на оплату. Владимирское предприятие, которое занимается производством медицинских масок, заключило контракт с областным департаментом здравоохранения. Для того, чтобы выполнить взятое обязательство, компании придется в пять раз увеличить производственные мощности и работать в две смены. Зато в регионе в короткие сроки будет решена проблема с дефицитом индивидуальных средств защиты. Подробности в материале Константина Миронова. Бинт марля-жгуты. В аптеках сегодня не всегда можно найти медицинские маски, поэтому владимирцы занялись их изготовлением из доступных материалов. Я просто их села и сшила из марли. Сначала ее хорошо в горячей воде марлю замочила, чтобы она немножко съежилась, чтобы поры были поменьше. Вот и восемь слоев. Все. Лямочки. Пока некоторые компании отправляют сотрудников работать дистанционно, над предприятием БРИС набирают рабочих. Здесь увеличивают мощность производства сразу в пять раз. Теперь в сутки нужно произвести 10 тысяч противоаэрозольных масок. Да, вчера мы заключили контракт с департаментом здравоохранения на 40 тысяч масок. Мы можем это в течение месяца с объемом отгрузить. И я думаю, ажиотаж должен упасть. Ну и в дальнейшем мы думаем, что у нас эти связи останутся и будем сотрудничать на постоянной основе. Чтобы выполнить условия контракта, на предприятии решили работать две смены. Сейчас набирают людей. В компании уверены, спрос на их продукцию будет всегда. Медицинская маска, несмотря на ее название, имеет достаточно разнопрофильное направление. Так как она противоаэрозольная и может фильтровать не только вирусы, бактерии, микробы, она может фильтровать также мелкодисперсную и круподисперсную пыль. Может использоваться как во вток-диспансерах, в медучреждениях, в детских профильных учреждениях. В компании уверены, заключенный контракт позволит не только обеспечить масками все медицинские учреждения области, но и поставить их в аптеки. Константин Миронов, Олег Маньков, Губерния 33. Департамент предпринимательства совместно с городской администрацией проверили продуктовые прилавки одной из торговых сетей областного центра на наличие продуктов питания и товаров первой необходимости. Такие рейды проводятся во всей области по поручению штаба по предупреждению завоза и распространению в регионе новой коронавирусной инфекции. Подробности далее. Жители Владимира могут не беспокоиться. Гречка на прилавках есть. И макароны тоже не исчезли с прилавков. Ажиотаж стих. И все благодаря тому, что власти региона вовремя предприняли спецмеры. Видимо, такую панику сделали люди. Стадный такой инстинкт – все скупать. Может быть, думали, что будет дефицит продуктов. Начали все скупать. То есть буквально тут прям тележками макароны и гречку увозили. Прям вообще не было ни одной упаковки. Сейчас полки с крупами забиты практически полностью. Но некоторые покупатели почему-то до сих пор опасаются, что цены на них могут вырасти в несколько раз. Небольшой запас у нас есть. На первое время хватит. Единственное, что страшно, конечно, что вдруг закончится гречка и придется покупать ее по 200 рублей за пачку. Сотрудники магазина признаются – продукты питания в гипермаркет поставляют регулярно. Сейчас здесь есть и товары первой необходимости, и деликатесы. На складах создан солидный запас товаров. Дефицита нет. На сегодняшний день все это пришло в норму. Все идет по плану. И поэтому нового скачка такого отсутствия товара на полках не будет. Это однозначно. Сотрудники Департамента развития предпринимательства каждый день в течение всей недели проверяют крупные магазины региона. И практически везде социально значимые товары есть и в достаточном количестве. В список входят молоко, яйца, хлеб, крупы и макароны. А из непродовольственных товаров – салфетки, мыло и туалетная бумага. У нас мобильные группы, которые объезжают и смотрят наличие товара и санитарная обработка магазинов. Сейчас мы находимся в магазине «Ашан». Это на улице Тракторной. В данный момент мы видим здесь что? Что присутствуют в основном стратегические вещи, как крупы. Крупы в наличии имеются, макаронные изделия. Сообщить об отсутствии продуктов на полках и о необоснованном повышении цен можно по горячей линии департамента. Торговые сети регулярно проверяют специально созданные комиссии. Только за эту неделю во Владимирской области эксперты побывали в более 140 магазинах. Иван Стариков, Андрей Беляков, Губерния 33. Из-за режима повышенной готовности по коронавирусу Владимирводоканал перешел на дистанционный режим работы. Офис муниципального предприятия закрыт как для жителей областного центра, так и для представителей юридических лиц. Все обращения теперь нужно направлять на электронную почту предприятия. Также в Водоканале работают телефоны, по которым можно задать любые вопросы или передать показания счетчиков. Номера телефонов есть на сайте Водоканала и на квитанциях об оплате услуг. Если требуется лично получить или подать документы, то для этого на предприятии установлены специальные столы обращений. Сейчас в Владимирводоканале поставлены специальные столы прямо на проходное достаточно просторное помещение, где любой житель может прийти, написать письменное заявление. К нему спустится специалист, если в этом есть необходимость. Установлен специальный ящик для того, чтобы опустить свое заявление. Прошу наших уважаемых жителей отнести с пониманием к этой ситуации и ни в коем случае не переживать. Разберемся по любому вопросу, и специалисты нашего Владимирводоканала в этом обязательно помогут. Любая нестандартная ситуация очень быстро используется мошенниками. Коронавирус стал очередным поводом выманивать деньги у населения. Схемы хорошо знакомы, предлог новый. Аферисты рассылают фейковые сообщения в социальных сетях или звонят потенциальным жертвам по телефону. Представлялись, допустим, от имени Всемирной организации здравоохранения, просили пожертвовать деньги. Потом были случаи, когда говорили людям, что изобрели новую вакцину, нужно пропачивать первые ряды. Для этого приведи 30 долларов на мошеннику, естественно. То есть, такие случаи были. Но схема старая, по правде. То есть, людей запугивают или заманивают чем-то, и с помощью этого выманивают данные какие-то или деньги, или данные карты ваши. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют не передавать никому номера своих банковских карт. Внимательно проверять адреса сайтов в интернете, если вы решили совершить покупку или денежный перевод. Также необходимо уточнять правдивость сообщений в соцсетях, даже если вам их прислали друзья или родственники. Не спешите приводить деньги, проверяйте информацию. То есть, позвоните знакомому, выясните, действительно ли он просит деньги перевести. Зайдите на сайт той же Организации Стравоохранения, посмотрите, есть ли там такие данные. Немаловажно в интернете использовать все-таки не свою действующую карту, где у вас там может много денег быть, да. А лучше использовать виртуальную карту завести. Сейчас многие организации, банки позволяют такое делать. Не держите много денег на карте, поставьте лимиты. К другим темам. В Белом доме представили четырех кандидатов на место первого заместителя губернатора. Кто претендует на вакантную должность, расскажем далее. Промышленник, политик, офицер и бизнесмен. Из десяти кандидатов на должность первого вице-губернатора только четверо прошли отбор. Губернатор лично встретился с претендентами. Ответственный пост должен занять тот человек, который обладает высоким профессионализмом, опытом работы и готовностью не только подхватить все то, что достигнуто, но и активно развивать. Валентин Демидов приехал из Севастополя. Там он возглавлял городской департамент территориального развития. Ранее трижды избирался главой администрации Армянска. Под его руководством самый северный город Крыма из депрессивного стал лучшим в республике. Реализовали программу социального бизнеса, социально ответственного бизнеса, по которой привлекли в город 50 миллионов долларов, полностью отремонтировав весь жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные пространства и так далее. Дмитрий Козлов – коренной владимирец. В роли замгубернатора намерен развивать сразу несколько сфер – промышленность, инновационное развитие, АПК и туризм. На них в будущем выстроится экономика региона. Сейчас Дмитрий Козлов возглавляет русско-турецкий холдинг, который объединяет десятки отелей. Еще три года назад его кандидатуру включили в резерв управленческих кадров администрации Владимирской области. Я себя оцениваю достаточно реально, то есть лишнего говорить не буду, но могу сказать, что по своим прогнозам смогу привлечь в экономику Владимирской области за два года примерно миллиард долларов. То есть это цифра достижимая, она не какая-то сверхъестественная, нереальная. Ольга Маркеева последние 10 лет работала в оборонном комплексе на заводах Екатеринбурга, Тамбова и Калуги. Она специалист по выведению из кризиса. Ольга знает, как оздоровить экономику региона. У меня есть хороший опыт и знания о промышленности изнутри. Предприятиям промышленности нужна поддержка, нужны инвестиции, вложения, развитие. Многие предприятия недозагружены. Четвертый кандидат Александр Ремига. Он военно-морской офицер в третьем поколении. Сейчас живет с семьей в Санкт-Петербурге. До этого в республике Коми он возглавлял департамент строительства, ЖКХ и транспорта. Также работал в бизнесе и занимался привлечением инвестиций. Необходимо было выстраивать диалог и разрабатывать меры стимулирования, развивая внутренний потенциал. То же самое я вижу и во Владимирской области. Кто из кандидатов займет пост первого вице-губернатора региона, будут решать эксперты. Его имя назовут уже на следующей неделе. Илья Лопушенко, Евгения Волкова, Олег Маньков. Губерния, 33. 15 миллионов рублей из областного бюджета будут дополнительно выделены на расселение аварийных домов в Собинке. Такое решение принято на заседании профильного комитета регионального парламента. Жители Собинских казарм ждут новоселье уже больше 20 лет. Подробности в материале Татьяны Гордеевой. Город Собинка, 21 век. Ни канализация, ни горячей воды, ни ванных комнат. В так называемых Собинских казармах нет элементарного благоустройства. Ольга Верстакова – одинокая пенсионерка. В печально знаменитые бараки ей пришлось переехать после смерти сына. Больше 20 лет она живет в тесной комнате – 13 квадратных метров. Пенсия маленькая. Ни малка. Так живу. Потихонечку. Всяко бывает. У нас наркоз, алкошня. Это нас не трогает. Жители Собинских казарм, или как их еще здесь называют – коридоров, уже много лет ждут расселения. Дома построили купцы Лосевы для рабочих ткацкой фабрики в 60-е годы 19 века. Это кадры из фильма 1973 года. Мало что изменилось. Добиться улучшения жилищных условий здесь было сложно еще полвека назад. Понимаете, очень трудно у нас пока жильем. Строим, строим, а все не хватает. Семьи увеличиваются, люди уходят на пенсию. И я на пенсии. Что ж мне теперь помирать в этой казарме? А когда будут выселять – неизвестно. Пока ждем, умрем. Мне уже тоже 78 лет. Программа переселения из казарм заработала в Собинке с 2015 года. Семь из восьми домов признали аварийными. За четыре года удалось расселить жителей почти ста квартир. Но это всего лишь треть от необходимого. А потом места мало. С детьми жить здесь невозможно. Люди разные. Видите, у нас глазок выткнут, дверь, ручку нам отломали. Остальное отрезали. То есть, соответственно, мы сразу отсюда съехали. Как многодетная мать, Светлана получила квартиру по программе «Социальное жилье». Ключи ей выручили в феврале этого года. Теперь семья готовится к переезду. Трехкомнатная квартирка. Хорошая, теплая. С отоплением, с сайем. Ванная стандартная, туалет. Все рабочее. Но расселить всех жильцов Собинских казарм пока не получается. Главная причина – нельзя привлечь федеральные средства по программе переселения из аварийного жилого фонда. Одно из условий программы – снос домов. Но казармы – памятник архитектуры, который сносить запрещено. К решению проблемы подключились депутаты регионального парламента. При их участии была создана областная программа расселения казарм. В рамках вот этой программы дополнительно у нас в областном бюджете сейчас заложено 15 миллионов рублей для того, чтобы продолжить вопросы расселения граждан из этих казарм, коридоров. Их можно по-разному называть. Но такая проблематика существует, и она сейчас решается. На заседании профильного комитета Законодательного собрания Владимирской области решили бараки расселять, выделить дополнительные деньги. В настоящее время, как вы видите, у нас уже расселены три казармы. Расселяется сейчас в данном случае Димитрово-16, там четвертая казарма. Вот этот, к сожалению, как мы уже где выходили, многоквартирный дом, и Димитрово-9, и рабочий проспект 7 не попали в программу до 2025 года. Два дома, которые не попали в программу, были признаны аварийными только в прошлом году. В них живут 146 семей. Жители надеются, что ждать переезда еще полвека им не придется. Татьяна Гордеева, Андрей Беляков, Губерния, 33. Театры, музеи и библиотеки Владимирской области сегодня можно посещать дистанционно. Это значит, не выходя из дома, можно посмотреть спектакль, посетить концерт или прочитать книгу. Как это сделать, расскажет Олег Афанасьев. Во Владимирской области теперь можно стать онлайн-посетителем библиотек. Это значит, что читать книги, регистрироваться, получать научную литературу стало доступным и без посещения читальных залов. Книжные базы такие, как Литрес, или, например, университетская библиотека онлайн, или национальная детская библиотека. То есть открыты максимально все книжные ресурсы. Есть замечательный наш областной ресурс, называющийся «Земля Владимирская». Это большой массив данных, в том числе с уникальной краеведческой литературой. Он также полностью открыт для посещения. Также на сайте можно ознакомиться с электронным каталогом или воспользоваться услугой электронной доставки документов. Для тех, кто занимается научной работой, здесь могут подобрать необходимую литературу. Услуга «Спроси библиотекаря». Несмотря на то, что библиотека закрыта для посещения, здесь не планируют прекращать встречи с творческой интеллигенцией. Уже стартовал новый проект «Встреча в научной библиотеке онлайн». 26 марта смотрите на сайте библиотеки или в группе ВКонтакте областной научной библиотеки. «Литературный вечер» члена Союза писателей России, нашего Владимирского поэта Вадима Львовича Забабашкина. Надежда Сметанкина – постоянный посетитель библиотеки. Ее очень огорчает, что сейчас нельзя получить в руки живые книги, которые она привыкла читать. Но нет худа без добра. «Может быть, какие-то вещи, которые раньше я не замечала, я наконец-то заметила. Проекты очень интересные у библиотеки. Есть такой проект, точно, наверное, не назову, «Ускользающий облик Владимира», по-моему. Там столько всего я замечательного, интересного нашла, нового для себя, неизвестного. Я думаю, что мои гости будут очень довольны моими экскурсиями». Новый режим работы библиотек, театров и музеев подружат с интернетом многих людей старшего поколения. И эти знания пригодятся еще не один год. Олег Афанасьев, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. Во Владимире состоялась торжественная церемония вручения новых служебных автомобилей. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регион поступили 24 транспортных средства. Ключи от них сотрудникам ГИБДД вручил начальник регионального управления МВД Василий Кукушкин. Новые автомобили оснащены всеми необходимыми средствами для полноценного несения службы. Машины прошли техосмотр и готовы к использованию в различных дорожных и погодных условиях. Новые автомобили поступят в 12 районов области. До конца года ведомство надеется получить еще 23 транспортных средства. Задачи поставлены серьезные, глобальные по снижению аварийности. И для того, чтобы их выполнить, должны быть созданы условия. Такие условия Министерства внутренних дел создаются. Мы надеемся, что такая же передача будет у нас в конце года и последующие еще года до 2024 года включительно. Сотрудники госавтоинспекции смогли на месте оценить качество новых транспортных средств. Инспектор по исполнению административного законодательства Павел Пышонин отметил, для него получение автомобиля является знаком уважения со стороны вышестоящего руководства. Автомобиль удобный, очень на нем приятно ехать, маневрировать очень хорошо, совершать маневры, разворачиваться, ускоряться. Мне очень понравилось. В селе Ворш Собинского района дорожники восстановят надземный пешеходный переход. 18 марта модуль задел проезжающий под ним грузовой автомобиль с поднятым кузовом. От сильного удара пролетное строение обрушилось, обошлось без жертв, но теперь работникам Упрудор Москва, Нижний Новгород придется провести восстановительные работы. Новый модульный наземный пешеходный переход на 162-м километре федеральной трассы обещают установить в первой ДК Зимая. Пока жители будут пользоваться временным наземным переходом. Дорожные службы уже установили здесь соответствующие знаки. В ближайшее время на трассе нанесут разметку и смонтируют светофор с кнопкой вызова. Гидрологическая обстановка из-за паводка в регионе находится в норме. Спасатели провели авиапатрулирование. Авиационная разведка Судольского района прошла с участием в РИО начальника регионального управления МЧС Руслана Блинова и начальника отдела мониторинга Олега Лехова. На особое внимание спасатели уделили состоянию Клязьмы и Нерли. Наблюдается выход в пойманную часть реки Нерль, а также реки Клязьма на отдельных ее участках. Подтопление приусадебных участков, домов и дорожного полотна не зафиксировано. В целом гидрологическая обстановка в норме. Находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области. Силы и средства территориальные и функциональные подсистемы готовы к безаварийному пропуску. В целом гидрологическая обстановка во Владимирской области остается в норме. На малых реках наблюдается устойчивое понижение уровня воды. Менее интенсивно этот процесс происходит на Клязьме. Небольшие ежесуточные повышения наблюдаются на гидропостах Коврова, Вязников и Голиц. Едва заметны повышения уровня воды в Оке в пределах города Мурома. На дальнейший ход половодия будут влиять колебания температуры воздуха, наличие и интенсивность осадков, регулирование режима работы гидротехнических сооружений. Выставка во время карантина. В областном центре пропаганды изобразительного искусства открылась экспозиция «Афорты». На ней представлены работы четырех владимирских графиков, в том числе знаменитого Бориса Французова. Правда, чтобы побывать на вернисаже, нужно соблюдать особые санитарные условия. Какие, узнала Ирина Курочкина. Выставкам «Быть» на фоне массовых отмен культурных мероприятий, Центр пропаганды изобразительного искусства продолжает свою работу. Правда, в особом санитарном режиме. Пандемия внесла свои коррективы. Теперь для посещения выставки обязательная часть дресс-кода «Медицинская маска». Открытие выставки «Афортов», посвященной 80-летию со дня рождения художника Бориса Французова, прошло без официальных речей и рассылки приглашений. Тем не менее, оно привлекло внимание ценителей творчества графика. Искусствовед Виктор Калашников специально приехал на вернисаж из Москвы. Он уверен, это уникальное событие в современном искусстве. Ведь Борис Французов еще при жизни стал легендой. Применительно к нему, наверное, можно сказать так, неисчерпаемость его, как художественного явления. Уже десятилетиями я знаю его творчество, и каждый раз знакомство с одним листом, либо с целой экспозицией, как в данном случае, тем более, позволяет открыть какие-то новые грани этого явления. Около сотни офортов – это не только работы Бориса Французова, но и продолжатели его традиций – Юрия Ткачева, Михаила Кочешкова и Владимира Нилова. Чтобы рассмотреть все нюансы, нужен вдумчивый взгляд. Но и от художника офорт требует большого внимания. Гравюра создается иглой на медной пластине. Процесс этот трудный и долгий. Художник Михаил Кочешков признается, что не занимался бы столь непростой техникой, если бы не внутренняя необходимость. Что-то вот не дает, не знаю, как это называется. Внутренние творческие какие-то, как это, шило, что ли, творческое. Искусствоведы уже говорят об особой Владимирской школе графики. И открывшаяся экспозиция офортов – уникальная возможность познакомиться с ее наиболее яркими образцами. Выставка должна продлиться до 12 апреля. Пока визит посетителей разрешен. Сегодня намечено открытие еще одной экспозиции – станковой книжной графики Сергея Ермолина. Но даже те, кто решит в эти дни остаться дома, смогут найти себе культурный досуг по душе. Ведь областные учреждения культуры переходят на работу в онлайн-режиме. Уже и театр драмы спланировал ряд трансляций своих спектаклей, и Центр классической музыки спланировал трансляцию своих концертов. Наши музеи уже опубликовали и разместили на своих сайтах и в группах в соцсетях те ресурсы, которые они предлагают для посещения онлайн. Следить за актуальными новостями можно на сайте областного департамента культуры. Ирина Курочкина, Дмитрий Шаталов, Губерния 33. На сегодня это все новости. Будьте в курсе ситуации вместе с нами. Подробности этих и других новостей на официальном сайте trc33.ru Не переключайтесь и сразу после выпуска новостей смотрите программу «Здесь и сейчас». Продолжение следует...